Я вам честно скажу, дорогие армянские товарищи, братья, которые нас смотрят, если вам принимать решение, вам, армянам, и армянам Нагорного Карабаха, то есть Арцаха, и армянам, собственно, Армении, да и всем остальным армянам в мире, которым, конечно, не наплевать абсолютно, что там сейчас происходит. Итак, Пашинян сказал, что он признает Нагорный Карабах, где все армяне, частью Азербайджана, при условии, что будет некие международные гарантии того, что, ну, к армянам, условно, где там приставать никто не будет. Скажу вам честно, я бы на вашем месте на это не надеялся. Не надеялся. Вот, кстати, один из моментов, когда Эрдоган выиграл, народ на площади, его сторонники начали орать, победил Азербайджан. Это что означает? Был бы Кылыч Дараглу, он бы сказал, у него вообще линия какая? Сирия не наше дело, там, Карабах не наше дело. Но это нам же лучше было, чтобы они не лезли ни в Сирию, где наша база стоит, ни в Армению, где тоже наша база стоит. Но Эрдоган-то туда как раз лезет, понимаете? И нам что? Они выдавливают нас оттуда. Просто-напросто. Поэтому, я думаю, к сожалению, сейчас вопрос соблюдения прав национальных меньшинств, это вопрос силы. Ну, то есть, если вы заставили кого-то соблюдать, соблюдают. Боятся, что, как вот тут пишут, по щам дадут. Не заставили, нет. Никто соблюдать ничего не будет. И если, в принципе, Пашинян это все признает, и Армения согласится, ну, просто всем, боюсь, гражданам Нагорного Карабаха армянской национальности придется уехать. Создадут такие условия. Я так думаю. Ну, дай бог, конечно, чтобы я ошибался. Но на месте армянского народа я бы просто в это не верил. И, понимаете, опять. Ну, почему референдум-то не провести? Хочет ли население Нагорного Карабаха жить? А. В Азербайджане. Б. Независимо. С. В Армении. Ну, почему не провести референдум? Ну, дайте людей, самих-то спросим. Вот провели референдум среди населения Южного Судана в 2005, что ли, по-моему, году. Треть Судана территории. Они решили жить в независимой стране. Власти Судана это признали. И теперь там есть самостоятельное государство, республика Южный Судан, которое всеми признано, и нами в том числе. Потому что это была воля населения. То же самое я предлагал и на Украине сделать. Если бы мои предложения прошли, вот ничего бы этого не было. Если бы каждые из областей Украины дали возможность проголосовать, как прежде, Украина, но федеративная, с двумя языками, или присоединение к России. Ну, пусть сами решат. И все. Какая-то область решила так, другая решила вот так, третья там еще каким-то образом. Но это всегда же самый выигрышный вариант, когда вы спрашиваете тех, кто там живет. Они потом говорят, да я знаю, как они там проголосовали бы, как они украинцы говорили в 2014 году на Донбассе. Ну, дали бы Донбассу тогда проголосовать и все. Если бы там все были за Украину, ну, проголосовали бы все за Украину. Ну, как они утверждали тогда. Чего сложного. Поэтому, еще раз, на месте армянского народа, никаким гарантиям со стороны Эрдогана и Алиева я бы не доверял, но это ваша точка зрения. Смотрите сами. Решать вам. И еще один вопрос про Армению. Что же теперь она будет в НАТО? Ну, а как вы хотели. Если Армения наш союзник, да, еще раз, я в десятый раз так говорю. По двустороннему договору 1997 года о взаимной помощи. Там база наша стоит, войска наши стоят. И по коллективному договору Организации коллективной безопасности, ОДКБ. Они просили нашу о помощи. Мы не стали им помогать. Естественно, вот смотрите, если сейчас возникнет вопрос, кто будет гарантировать права армян в Карабахе, если Карабах перейдет к Азербайджану? Кто? Это же кто-то должен, кто реально их будет гарантировать? Ну, то есть, в случае чего, так сказать, выступать против угнетения армян. Кто это будет делать? И вот они, наверное, рассуждают так. Но если это Россия, Россия нам уже не помогла. Значит, надо еще кого-то искать. Кто может обуздать, условно говоря, Эрдогана и Азербайджан? Кто? Ну, США, наверное. Или НАТО. А кто еще-то? Индия, что ли? Они поневоле, конечно, будут обращаться к ним. Потому что деваться-то им куда? Это должна быть какая-то мощная страна, да? Которая скажет, так, все, не трогать. Выполнять условия. Ну, понятно, что это не Парагвай, правда? Который может и согласиться, но он что может сделать? Фактически ничего не может сделать. Поэтому, понимаете, если мы не хотим помогать Армении, я уж не знаю, правда, по каким соображениям, для меня это загадка какая-то. Ну, значит, другие помогут. Свято место пусто не бывает. А если американцы возьмут на себя гарантию прав армянского населения Карабаха, так они, извините, конечно, скажут. Товарищи из Армении, гоните русских, чертовы матери, с их базой из Армении. Если уж мы гарантируем права армян, то мы должны быть здесь. Логично? Логично, как сказал бы Штирлис, да? Мы сами виноваты, что мы не оказали Армении помощи. Армения ищет другие варианты. Вынуждены ищут. Деваться им некуда. Страна маленькая, зажатая между Турцией и Азербайджаном, которые являются военными союзниками. И, конечно, вы же понимаете, потенциал военной Турции, да даже без Азербайджана, если с Азербайджана взять, ну, что там, в десятки раз превосходит армянский. Ну, то есть там, при всем там героизме армян, ну, понимаете, если оружия нет, ну, что там, дубинками будешь отбиваться, что ли? Так что вот так.